Болезни печени входят в десятку заболеваний, вызывающих смерть. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что очень печально, что смертность от заболеваний печени увеличится примерно в два раза. Мне просто удивляет, почему мы говорим о кедровых орехах, и при чем здесь они. Еще ученый Авиценов в Средневековье писал о полезных свойствах кедрового ореха. Неужели они могут навредить нашей печени? Где-то в 2009 году была даже своего рода эпидемия. В больницы очень часто обращались люди с весьма характерными симптомами поражения печени. Это и горечь во рту, и пожелтение склер, рвота, и головокружение, и так далее. И было замечено, что многие из пострадавших перед этим управляли в пищу очищенные кедровые орехи. Вот так. За дело тогда взялся Роспотребнадзор, и оказалось, что причина в неправильном хранении уже очищенных орехов. Вот почему это произошло. Посмотрите на экран. Мы видим кедровый орех в скорлупе, и, собственно, это молекулы кислорода атакуют его, но ничего сделать не могут. Когда орех чистят, соответственно, вот эти самые молекулы кислорода начинают атаковать жиры, которые содержатся в этом орехе, вызывая перекисное окисление этих жиров. И вот продукты этого перекисного окисления, они очень токсичны для нашей печени. Если человек съедает такие неправильно хранившиеся орехи, печень страдает. У нас сегодня в студии гости, которые любят кедровые орешки, которые будут не безинтересно узнать об этих свойствах кедрового ореха. Встречайте экс-солистка группы «Блестящая» певица Ксения Новикова. Ксения! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Ксения! Доброе утро! Белку заказывали! Белка пришла! Кто же на Новый год белку у нас не заказывает? После Нового года самое время! Ксения, скажи, пожалуйста, насколько сильна любовь к кедровым орехам? Покупаю. Не могу сказать, что постоянно они дома есть, но люблю очень в салаты использовать кедровые орешки, поэтому периодически покупаю их. А в детстве, конечно, вот очень... Из шишки? Шишка, да. Вот когда кто-то привозил откуда-то из Сибири шишку вот эту. А покупаете где? Чаще всего в супермаркете, естественно, делаю покупки, но опять-таки, когда покупаю, обычно беру не одну, а две разные пачки разных фирм. Почему? Потому что можно попасть на какие-то прогорши. Они часто бывают невкусные. Просроченные, уже испорченные. Поэтому можно, да, попасть и испортить салат. А вы берете всегда очищенные? Беру очищенные. Нет у меня такой белки волшебной дома. Надо завести. Вот как мы сейчас выяснили, весь вред в орехах, когда они очищены. И когда они при этом неправильно хранятся. Это очень важно. И когда они неправильно хранятся. Ну, я знаю, что вот, например, диетологи их не очень жалуют в больших количествах, да, потому что, говорят, там жирные, там что-то такое. Но определенно какая-то польза в них, наверное, в этих же жирах и веществах и есть, я не знаю, честно. Поэтому с удовольствием просвещусь. Прекрасно! Мы с удовольствием просветим не только вас, но и всех наших телезрителей. И я приглашаю нашего эксперта. Кто бы мог подумать, полстакана кедровых орехов и плитка шоколада имеют абсолютно одинаковую калорийность, 500 калорий. Михаил Моисеевич Гинсбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, изобрел три новых способа лечения ожирения. Михаил Моисеевич, выходите к нам. Я предлагаю сразу... Пойдемте к кедру. Ну, вообще, строго говоря, это не кедр. Ботаническая классификация. Она говорит о том, что растение, которое называется кедр, оно действительно очень распространено, порядка 30 видов кедра есть. Оно не дает вот этих вот орехов. Ну, у них есть семечки, но они очень мелкие, как у обычной какой-то елки. А то, что мы называем кедром, вот то, что растет в Сибири, кедрач, это на самом деле сосна сибирская. Ты знала об этом? Я не знала тоже. Но только Михаил Моисеевич знал об этом. Я тоже не знал. Ты просветил здесь всех. Знаешь, у нас у всех развеетный обман. Мы всю жизнь думали, чтобы кедр, кедровые орешки с кедром дали. Я хочу произвести соцопрос. Кто знал, что кедровые орехи дают сосна? У меня все-таки человек семь есть. Илья Вадимович Егоров... А, вот! В каком возрасте Илья Вадимович шокирующая новость достигла вас? Ну, наверное, лет 20 назад я узнал о том, что Петр Первый был очень озадачен тем, что в нашей стране, в его великой стране нет кедра. А кедра всего 4 или 5 видов на планете. И он своим указом велел сибирскую сосну переименовать в кедр, хотя она не является кедром. И в этом весь парадокс. Кедровые орехи растут на сибирских сосках. Кедровые орехи растут не на кедре и орехами вообще-то не являются. Правильнее называть их семенами, которые прячутся в шишках сосновых деревьев. А настоящие ядра кедра несъедобны. Однако название кедровые орехи прочно закрепилось и используется во всем мире. Созревают они осенью. Урожай кедровых орешков собирают в сентябре или октябре. Поэтому при покупке стоит обратить внимание на дату изготовления и отдать предпочтение осенней фасовке. И лучше всего, если упаковка будет небольшой и вакуумной. Длительный контакт с воздухом сказывается на вкусе. Орехи начинают горчить, а продукт теряет полезные свойства. В итоге это наши любимые орешки. Сосновые. Сосновые. Теперь сосновые. Которые очень сильно влияют на здоровье нашей печени. Направление влияния разное. Так. Ну, например, мы поняли, что токсический эффект там реально могут оказать испорченные кедровые орешки. В силу того, что там образуется уксусный альдегид, ну, в процессе вот этого перекисного окисления жиров, которые содержатся в орешке. Вещь токсичная. И развивается такой вот острый токсический гепатит при одномоментном большом потреблении этих самых орехов. Неправильно хранившихся. Безусловно, да. То есть через какое-то время, конечно, этот гепатит может перерасти в какой-то хронический, далее в цирроз. И реально, конец может быть печально. Вообще, я бы сказал, что кедровые орехи и правильно хранившиеся, и вовремя очищенные и так далее, очень нежелательно есть вот в таких вот больших количествах людям с желчно-каменной болезнью, людям с дискинезией желчного пузыря. Ведь жир, который содержится в кедровых орехах, он обладает мощным желчегонным действием. Если мы много этих орехов съедаем, может быть, вот такая вот дискинезия желчного пузыря, выделение большого количества желчи, заброс ее через желудок в пищевод, и вот мы будем ощущать вот это чувство горечи. Это, пожалуй, тоже фактор риска для здоровья, вот именно наличие желчно-каменной болезни, дискинезии желчного пузыря, холецистита, холецистопанкреатита. Там вот жирный такой продукт, как кедровые орехи, может вызвать обострение. Ксюш, только в салаты употребляете орехи? Или вот прям горстями вот можете есть? Покупаю всегда для салата обычно. Ну, естественно. А доготали? Ну, естественно. Семья большая, один подойдет другой. Да, расходится все так как раз очень хорошо. Здесь еще фактор времени срабатывает. Если какой-то такой вот, ну, неоднозначный фактор в питании поступает в организм понемножечку, так вот по орешку, по орешку в течение часа, то вот эти все неприятные эффекты сглаживают. Ну, мы все делаем правильно. Да. Давайте поговорим о полезных свойствах. Пелерова, коллега. Витамины группы В. Да. Они имеют свое значение, и значение огромное во всех окислительных и восстановительных процессах. То есть тканевый обмен – это всегда витамины группы В. Так. Дальше. Вот у нас цинк. Ну, цинк – это один из микроэлементов, влияющих и на здоровье кожи, и на гормональный обмен. Можно сказать так, это немножко такой вот женский минерал. Так. Жилочка. Угу. Значит, еще у нас есть витамин Е. Это уже, да. То есть везде в жирах, особенно в жирах ненасыщенных, содержится витамин Е, как один из жирорастворимых витаминов. В общем-то, это витамин, его называют так, витамин фертильности. То есть витамин, с которым связаны все функции половых гормонов, созревания половой, способность к зачатию, к вынашиванию и так далее. Угу. Марганец. Ну да, еб. Марганец – это тоже один из необходимых нам микроэлементов. Конечно, никто не будет есть кедровые орехи, как именно источник марганца, но в то же время упомянуть этот микроэлемент, что влияет на гормональный обмен. Медь – это кроветворение, это известный такой момент. Вот, то есть получается по микроэлементам кедровые орехи, в общем-то, являются важным, таким значимым для нас источником вот этих вот факторов. Пойдемте вот к нашим орешкам поговорим все-таки о том, сколько мы можем для безопасности своего организма их съесть. Ну, основные, конечно, полезные свойства кедровых орешков – это полиненасыщенные жирные кислоты, которые там содержатся. Эти жирные кислоты обладают реальным антиатеросклеротическим действием. То есть они сдерживают процессы атеросклероза, и мы ищем вот эти источники. Это и, может быть, рыба, особенно морская, это вот растительные масла, и в том числе, естественно, и кедровые орешки. Вот, Ксения, как вы считаете, суточная норма для человека вот этих кедровых орешков, она какая? Для меня это вот где-то, ну вот, может быть, если не очищенных, то вот, ну вот, может, так вот, чтобы… Да, очищенных вот горсточками, просто мой организм, он больше насыщается и уже как-то не хочется. Именно так, да. Столовая ложка где-то, столовая ложка очищенных, ну, может быть, чуть побольше неочищенных, и лучше, чтобы это вот растянуть по времени. Вот по времени как хорошо растягивается? Когда, на самом деле, шишками привозили, вот доили эти шишки, и пока ты эту шишку очистишь, расколешь, насытишься… А что, пустые попадались, да? Да, и время проходит, и насыщаемся, и удовольствие получаем, и пользу. Да, да, да. Спасибо большое, Михаил Алексеевич, присаживайтесь. Ксения, какой вывод из нашей рубрики вы вынесли? Ну, поняла, что, в принципе, с орешками, с кедровыми у меня все в порядке. Да. Основываясь на свои ощущения, кушаю я их правильно, семью свою тоже правильно кормлю, и в нужном количестве. И количестве, да, и пропорциях, поэтому вывод такой, я рада. И, естественно, буду стараться, за исключением, да, когда нужно в салат добавить, покупать орешки все-таки в скорлупе. Да. Чтобы… да, правильный вывод? Правильно. Спасибо.